Добрый день дорогие друзья сегодня сделаем с вами блинчики как бы это удивительно не звучало на майонезе Сразу приступим к делу, берем 2 яйца, приблизительно щепотку соли, 4 столовые ложки сахара, ингредиенты все я напишу под видео Взбиваем яйца Пока так чуть-чуть и добавляем сюда 4 столовые ложки майонеза Теперь хорошо все это пробьем блендером Вот у нас получилась такая однородная тягучая смесь Теперь сюда будем постепенно добавлять, взбивая и перемешивая теплую воду Нам понадобится где-то 4 стакана теплой воды Вода обычная теплая, палец я спокойно держу Вот, то есть просто хорошо теплая, не горячая водичка Так, постепенно добавляем На небольших оборотах, чтобы ничего не разбрызгивалось Все, я блинов делаю много, поэтому и замешиваю я много А теперь добавляем муку Если венчиком совсем по чуть-чуть, чтобы не было комочков А так как у меня блендер, я буду добавлять такими порциями, ну более крупными Но не всю муку, потому что мне нужна смесь определенной консистенции Консистенция у нас нормальная И в самом конце мы выливаем растительное масло Сейчас я тоже немножечко это взобью Даже не блендером, а вот так просто венчиком Смотрите, жидкая, жидкая даже не сметана Как такие жидкие сливки должны быть Сковорода у нас уже стоит на огне Она достаточно подогрелась Значит, для тех, у кого обычные сковороды И у кого бывает обычно блин комом У нас есть видео по блинам на канале Там есть способ, как сделать, чтобы блины к сковороде не прилипали Несмотря на то, что у меня к этой сковороде ничего не прилипает Я еще смазываю вот так вот маслечком На таких сковородах обычно ничего не прилипает Но мне нравится, когда блины жарятся на масле Поэтому у меня масло отдельно Отдельно вот картошечка или половинка лука В прошлом видео я вам показывала Я просто мыкаю картошечку маслом И вот так вот обрабатываю сковороду Мне нравится просто, когда масло на сковороде У блинов цвет другой совсем получается Не такой, как когда они жарятся на сухую Заранее перемешав тесто То есть каждый раз перед тем, как наливать блины Вы тесто немножечко перемешиваете Такими движениями, чтобы мука осевшая у вас поднялась И тесто было однородным Набираете половник в смеси И такими движениями распределяю по сковороде Не весь половник, видите, у меня осталось Я сначала распределяю, а потом еще добавляю, если надо Выливаем на сковородку ровно такое количество смеси, чтобы она покрыла дно Тогда у вас блины получатся нужной толщины И даже вот дырочку Дырочки у нас получаются Тогда, когда сковорода прогрета До нужной температуры То есть мы уже вышли на стартовую Такую, на стабильную температуру Если правильное тесто у нас сделано И правильной толщины У нас блины То дырочки будут получаться Практически всегда Из какого бы тесто это ни делали Вот такие блинчики Изумительные получаются Да, и где-то в марте месяце Я вам дам мастер-класс по быстрой выпечке Большого количества блинов Правда красивые? Маслом смазываю Все блины не успели достоять До окончательной съемки их уже растащили То, что осталось Блинчики тонкие, дырчатые Вообще просто изумительно нежные Для начиночки, для любой пойдет Только если начинка будет не сладкая Сахара Кладите меньше Я напишу под видео Сколько сахара Для не сладкой начинки Нужно будет Положить по рецепту Подписывайтесь Приходите в гости Как я сказала Где-то в марте месяце Сделаю мастер-класс По тому, как быстро Нажарить много блинов Всего доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok